За каждым великим человеком стоит великая мама. За настоящей модницей стоит потрясающе модная мама. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Новая Я» на канале РТР Молдова. Как известно, чувство вкуса впитывается с молоком матери. Наш модный выпуск сегодня посвящен любимым мамочкам. Знать всех кукол по именам, готовить самую вкусную в мире манную кашу, стирать, убирать, гладить и при этом выглядеть на все сто. Да, быть мамой тяжелый труд, но при этом самая бесценная в мире профессия. Как освоить профессию модницы, будучи мамочкой, мы готовы рассказать вам сегодня. За каждым новым образом героини, который рождается на ваших глазах, в рамках нашей программы стоит долгая и упорная предварительная работа. Обсуждение в конференц-зале канала РТР Молдова может плавно перерасти в спор. Именно в этом модном споре и рождается идея нового неповторимого образа будущей модницы. Я 16 лет, наверное, мечтаю измениться. Мне очень нравится синий, такой благородный синий цвет. И им нужно подтверждение кого-то, чтобы сказать, что это сексуально, что это в пределах нормы. Наверное, он такой рожевато-карменный цвет. Вы следите за молодой. Да. Штаны, ну только не черные, не коричневые, это точно, вот цветные какие-то. Общего образа. Для меня. Общего образа, что мы бы ей сделали для того, чтобы для того. Что с чем лучше носить, чтобы это выглядело? Какой-то вам нравится. Ей нравится, и музыка тоже. Такой роковый стиль. Она чуть-чуть, такая, вблизи листая, как будто бы она зажатая. Она будто бы вытянулась, боязи, а сейчас это появилось. Анастасия. Возраст 22 года. Призвание мастер по ногтям. Свободное время проводят с семьей. В гардеробе больше всего джинсов и свитеров. Не готова ради эксперимента с внешностью укоротить длину волос. Анастасия, ты была одна из тех, кого мы выбрали для следующей первоплощения в нашей модной программе. А вот традиционный вопрос, который мы задаем абсолютно всем. Почему ты решила к нам обратиться? Так как я молодая мама, мне важно, чтобы выглядеть хорошо для своего ребенка, для мужа. И, конечно, в последнюю очередь для окружающих людей. Что значит хорошо выглядеть? То есть ты считаешь, что ты недостаточно соответствуешь образу такой молодой модной мамочки? Когда люди из моего окружения говорят, что я не выгляжу как мамочка на свои 22 года, выгляжу как 19-летняя девочка, ну как-то не то, что обижает, но трогает. И я бы хотела соответствовать для своего ребенка и мужа как мамочка. А вот тут давай сразу разберемся. Во-первых, что в твоем понимании значит быть мамочкой? Потому что очень странно. Обычно девушка хочет выглядеть моложе, чем ей есть лет. А здесь мы сталкиваемся с другой проблемой, что ты хочешь выглядеть, как я понимаю, старше. Но, во-вторых, давай не будем брать в расчет твое окружение. Все-таки обратимся к самой тебе и спросим тебя, ты довольна своим внешним видом? Или вот ты хотела бы что-то поменять? Я очень долгое время сидела дома, и не то, что недовольна гардеробом, просто у меня он остался как подростковый, спортивный, больше джинсы, свитера. И как бы получается, когда вот смотрю на другие мамочки, одеваются в каблуках, в платьях, такие красивенькие, в аксессуарах. Но как-то я осталась вот в то же время, и получается, что другие так же и думают. Я хочу быть элегантной, сексуальной. Нравится, наверное, своему мужу? Да, конечно, в первую очередь и для ребенка, и для мужа. И, наверное, романтичной какую-то перчинку. Внести? Внести наши отношения, да. Ну а мужу нравится, как ты выглядишь, или он хочет, чтобы ты выглядела как-то по-другому? Я долгое время сидела дома, и муж постоянно мне делал замечания, потому что ходила по дому в домашней одежде. И всегда мне говорил, что вот тебе бы шли штаны кожаные, платье, как у всех девушек, красивые, цветные. И на каблуках обязательно, потому что так и должна быть выглядеть девушка, как и любая женщина. Так что же тебе мешало самой пойти в магазин? Купить себе туфли на каблуках, купить себе элегантное платье и порадовать своего любимого мужа? Так бывает, что не можешь сочетать одно с другим. Если платье одного цвета, обувь другого цвета, и аксессуары, и сумочка. Или если леггинсы кожаные, то обязательно подобрать какие-то ботильоны. Нужно соответствовать и верх, и низ. Не всегда получается сочетать одно с другим. Получается, что здесь очень большой объем работы для нашего стилиста по одежде, да? Чтобы подобрать тебе какой-то новый образ, научить тебя сочетать вещи между собой, и таким образом подчеркнуть твою какую-то индивидуальность и яркость. А здесь напрашивается вопрос, насколько ты довольна, допустим, своей стрижкой, цветом своих волос? Здесь нужны какие-то изменения или нет? Я довольна своей стрижкой, цветом волос, но на эксперименты я готова. Настя, привет! Здравствуй! Ты готова? Да. Готова к переменам сегодня? А то я вижу, ты немножко переживаешь, как будто бы... Ну, есть чуть-чуть. Есть чуть-чуть, переживаешь. Сильно переживаешь? Боишься или просто... Нет, 20%... Хорошо. Настя, я хотел тебя спросить, чем ты красишь волосы? Вижу, вот у тебя такой... Ну, последний раз красила темно-русым цветом. Темно-русым. Больше приближенный, да, к своему цвету. А ты всегда красилась в цвет приближенный к твоему? Или же ты пробовала какие-то другие нюансы? Нет, ну я пробовала, тоже экспериментировала. И блондинкой была, и рыженькой была. И блондинкой. И ты сейчас волнуешься, ты была и блондинкой, и рыженькой. И сейчас ты приближенная к натуральному, и ты... Ты не так... Мне давно была блондинкой. Да, а есть у тебя фотографии, может быть, какие-то, чтобы нам легче было ориентироваться? Да, конечно. Покажешь мне? Круто-круто, огненно-рыжий, не ожидал, не ожидал. Большинство наших героиней обычно очень боятся экспериментов, учитывая то, что ты молодая мама. Здорово, здорово. А были у тебя какие-то? А блондинка, что в твоем понимании блондинка? Это прям вот такое что-то? Ну да, такое и было. О, ля-ля. И как? Ну, недолго продержала. Потому что, ну, не видела себя в этом цвете. А кто тебя уговорил покраситься в блондинку? Ну, ты, раз ты не видела себя, ну, кто-то же... Нет, ну, как бы я сама экспериментировала и смотрела, как мне идет. И вот поэтому получилось так, что недолго продержалась. Да. Ну, если честно, я с огненно-рыжим категорически не согласен. Вообще. И поэтому я хочу, чтобы мы сегодня сделали что-то, что очень тонко и нежно изменит твою внешность. И ты будешь выглядеть совсем-совсем по-другому. Но я уверен, что это будет перемена в лучшую сторону. Именно так, как ты хочешь. Я очень надеюсь. Все, сделаем. Но по нашей старой традиции мы тебя отвернем от зеркала, и ты не будешь себя видеть до самого конца, пока не произойдет полное преображение. Поэтому... Трис. 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 Счастливая мама, счастливый ребенок. Наблюдая за многодетными звездными мамочками, кажется, что применять эту формулу в жизни достаточно просто. Когда говорят о самых стильных звездных мамах, первая в списке, несомненно, Анжелина Джоли. Эта самодостаточная голливудская звезда, помимо построения блестящей актерской карьеры, дефилирования на красных дорожках и участия в дорогих рекламных компаниях мировых брендов, успевает растить приемных и своих детей. Ее многодетная семья насчитывает шесть детей. Своих деток Энжи с пеленок приучает к неординарности и умению выделяться из серых масс при помощи стильной одежды. На сегодняшний день остепенившаяся многодетная стильная мама Анжелина Джоли между съемками в очередном кассовом фильме успевает очень многое. Летает на частном самолете в Камбоджу на Мибию в качестве посла доброй воли, занимается благотворительностью, демонстрирует очередные стильные наряды на различных мероприятиях, а также удерживает за собой титул одной из самых сексуальных женщин планеты и не собирается останавливать себя в желании усыновлять еще больше детей. Певицу Валерию называют российской Анжелиной Джоли. Певица также является стильной мамой шестерых детей. Королева современной поп-музыки Мадонна имеет четверых детей, родных дочку и сына и двоих приемных. Певица говорит, что частенько со старшей дочерью Лурдос ссорится на почве моды. Мадонна диктует Лурдос, что нужно надевать, а та в свою очередь упирается и раздает советы маме. Но как бы то ни было, обе имеют прямое отношение к моде. У Мадонны своя компания по производству одежды, а дочь Лурдос создает для этой самой компании коллекции, рисуя разные спорные эскизы, которые мама порой не одобряет. Знаменитая, богатая, официально признанная в мире моды икона стиля актриса Сара Джессика Паркер как-то подчеркнула, что чувство стиля у нее в генах, поэтому у своих дочерей-близняшек она старается одевать красиво и комфортно для них самих. Папарацци с завидной регулярностью фотографируют американскую актрису, которая отводит в школу своих маленьких модниц и стильного сына. Даже в таком повседневном занятии настоящей заботливой мамочке Сара Джессика Паркер не упускает шанса демонстрировать свои наряды. Всемирно известная топ-модель, актриса и филантроп Наталья Водянова как мать троих детей не понаслышке знает, каково это быть любящей мамой и совмещать карьеру с материнством. Своему экс-супругу, британскому аристократу Джастину Портману, модель родила двоих сыновей, а также очаровательную дочку. Кстати, девочка уже берет пример со своей стильной мамой и снимается в рекламных фотосессиях для детских марок. От своего нынешнего избранника, гражданского мужа-миллиардера Антуана Арно, Наталья Водянова ждет ребенка. Котовая стать мамой в четвертый раз, она по-прежнему демонстрирует безупречный вкус и стиль. Получай, наша героиня хоть очень молодая, но уже успела стать мамой. Она столкнулась с такой проблемой, что окружающие не воспринимают и не видят в ней серьезную маму. Она не соответствует по их мнению этому образу. Вот вы, как прекрасная мама трех детей, сталкивались с похожей проблемой? Да, кстати, я заметила, что наша героиня ищет проявление материнства вовне, когда это, наверное, всегда внутри. Но это, как ни странно, напомнило мне и мою ситуацию, и мою историю. Я так же, как она, родила в 20 лет первого ребенка, и второго через 5 лет родила. И вот к рождению второго ребенка я слышала комментарии больше пожилого поколения о том, что мамы, особенно мама с двумя уже детьми, должны выглядеть как-то более, ну не знаю, солидно, что ли. То ли это касается веса, то ли это касается внешнего какого-то облика. Но я думаю, что это все стереотипы, это все шаблоны. И мне кажется, что наша героиня, так же, как и многие-многие женщины, как все мы, должны прислушиваться к себе. В первую очередь, к тому, как мы себя чувствуем, какие чувства у нас внутри, если мы любим нашего ребенка. Если мы абсолютно всю душу в это вкладываем, и для нас материнство – это великая радость, удовольствие, то мне кажется, что никакие любые внешние атрибуты здесь не нужны. Тем более, что сегодня, особенно сейчас, в наше время, мы имеем очень много примеров молодых мамочек, которые, и даже, может быть, не очень молодых, которые прекрасно выглядят. Красивые женщины, которые ухожены, которые следят за собой, за своей фигурой, за своим лицом, за своими волосами. И прекрасно выглядят на радость, кстати, и своим детям, и своим семьям, и мужу, и в последнюю очередь. Это очень важно. И здесь я смотрю на нашу героиню и любуюсь ей, потому что она очень активна. Несмотря на то, что у нее маленький ребенок, она очень старается следить за собой. Она не ленится. Она даже работу нашла и хочет заниматься любимым делом, дальше продолжать. Она хочет быть интересна всем, и мужу. И мне кажется, что у нее все получится. Она очень женственна. И то, что она ищет якобы такой образ, уже как-то сложившейся мамы, мне кажется, что здесь есть естественный поиск себя. Скажите, вам было сложно совмещать и материнство, и успешную карьерную деятельность, при этом еще выглядеть хорошо, светиться от счастья? Мне, например, мне лично не тяжело. Но я не хочу сказать, что это легко, и это не требует никаких усилий. Действительно, чтобы держать себя в форме и иметь тот силуэт, который ты себе желаешь, иметь то лицо или то качество кожи, или тот образ, скажем так, который мы себе желаем, это требует, конечно, усилий. Если мы ничего не будем делать, конечно, в 20 лет это будет еще очень свежо и красиво, потому что так одарила нас природа. Но уже после определенного возраста, после 30, после 40, можно сказать, естественно, здесь необходимы усилия, необходима организация своего времени, во-первых, и желание, что самое главное. Потому что можно совмещать многое в своей жизни, и карьеру, и работу. Женщина может очень многое, может все, если она захочет. А вот ваши дети ревнуют вас к работе или, наоборот, поддерживают все ваши начинания? Ну, конечно, ревнуют. И дети ревнуют, и муж ревнуют. Если только это перебарщивает уже за все возможные их неожидания и желание того времени, который они хотят провести с тобой. Потому что чрезмерная занятость, она не может не повлиять на реакцию детей, мужа о том, что мама слишком занята. Поэтому в эти периоды я стараюсь как-то сгладить свою вину и компенсировать обязательно. Но в любом случае это нужно хорошо планировать. Время, чтобы хватало и для работы, и для семьи. Я абсолютно могу с уверенностью сказать, что это возможно. Света вся в работе. Идемте ей мешать. Как продвигается создание нового образа? Ну, сегодня мы будем делать из нашей героини греческую богиню. Ты договорилась с нашим стилистом. Она подобрала платье в стиле греческом. Вот я и хотела продолжить мысль, что, конечно, я его немножко стилизую под наш комплект. То есть это будет акцент на глазах, брови. У нас хорошая форма брови, которую можно будет еще более выгодно подчеркнуть. И я этим используюсь. Но глаза уже настолько выразительные. Ты думаешь, их нужно подчеркивать? Конечно. Все, что красиво, надо почему бы не сделать еще красивее. Это только одобряется. Ну что ж, тогда мы ждем с нетерпением, что же получится в итоге. Раньше, чтобы выглядеть так, оригинально, девушкам приходилось осваивать в том числе непростое ремесло, кройки и шитья. Сегодня, чтобы заполучить шикарное платье, достаточно обратиться к креативному дизайнеру. Одним из таких мастеров своего дела является креативный директор бренда Дивера Наталья Пензару. Именно она доверила свое лицо профессионалам клиники «Лаборатория красоты». Чтобы справиться с возрастными изменениями кожи, вовсе не обязательно обращаться к хирургическим процедурам. Можно начать с эстетической медицины. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Цурка. Я ведущий специалист «Лаборатория красоты». Наталья Пензару, 49 лет. Основатель и креативный директор бренда Дивера. Счастливая мама двух дочерей. Любит проводить свободное время в путешествиях. Стойко перенесла процедуру лазерной шлифовки лица. Наталья, я очень рада вас видеть. И хотела бы узнать, ну, во-первых, то, что я вижу, это уже меня очень радует. А теперь я хотела бы услышать ваши переживания, ваши впечатления, что было после процедуры, как вы. Было это похоже на то, на что я обещала, или это было более страшно, или, в общем-то, все приемлемо, изменения происходили. В принципе, я перенесла все очень легко, очень спокойно. Три дня было дискомфортно, потом дискомфорт ушел. Все, в принципе, я очень довольна. Все перенесла очень хорошо, спокойно. Меня напугали сильнее, чем было на самом деле. Я бы хотела уточнить, насколько сильным был отек, насколько вам это было трудно переносимо или не совсем. Я могла читать, хотя вы предупреждали, что нет, не читать, не писать, нет. Я все видела прекрасно, никаких трудностей с этим не было, просто были чуть-чуть уже глаза, чем обычно. То, что я вижу, качество кожи на щеках однозначно стало лучше, стало глазки, конечно, еще придется с ними поработать. Но я думаю, это мы сделаем уже другие какие-то манипуляции для того, чтобы улучшить состояние и кожи вокруг глаз. Мы хотим перейти к нашей сегодняшней процедуре, от которой эффект, который вы увидите еще быстрее. И нужно понимать, что он будет более значительным в определенных участках. То есть, если предыдущая была для кожи в целом, то теперь мы просто будем работать локально с определенными изменениями, с определенными точками. Это будут наши носослезные бороздки, и это будут носогубные складочки. Завтра утром может быть легкая асимметрия, потому что обычно это нормальная ситуация, когда человек встает утром, первое, что он делает после процедуры, он глядит в зеркало, и выясняется, что вот там какая-то легкая асимметрия, что на самом деле это просто постоспалительный легкий отек, посттравматический, потому что все равно мы работаем конюлькой, попадаем в разные области, даже минимальная, но все-таки идет травматизация. Сама по себе гиалуроновая кислота тоже притягивает воду, и за счет этого получается, что легкий отек, иногда не очень легкий отек. Почему я так много спрашивала, насколько будет сильный отек после лазерной процедуры, это дает мне право думать, что отек, и вот дискомфорт будет минимальный. Сегодняшняя процедура ведения гиалуроновой кислоты в носогубные складки, в носослезной складочке, это то, собственно, почему мы начали вести разговор о этой модели, что ей не нравилось, свои мысли о том, что что-то было не совсем так. Вот именно эти точки мы сегодня и работали с ними. Хочу предостеречь, что эффект от процедуры будет нарастать. Большое преимущество, что мы сделали сначала лазерную шлифовку, то есть мы проработали эпидермис, мы обновили его, мы заставили кожу регенерировать, мы уже слои кожи несколько упорядочили, стимулировали, скажем, их, для того, чтобы они регенерировали. Сегодня мы ввели гиалуроновую кислоту в глубокие слои дермы, и за счет этого она будет работать, интегрироваться внутри, приведет к тому, что кожа в этой зоне будет более увлажненная, более крепкая, более эластичная. Первое время после процедуры, возможно, пальчиком вы будете чувствовать, что там небольшое уплотнение. Это именно скопление воды за счет гиалуроновой кислоты, которую притянула гиалуроновая кислота. Еще раз хочу подчеркнуть, прежде чем вы собираетесь или записались на процедуру введения гиалуроновой кислоты, обязательно непременно отмените за 3 дня любые препараты, содержащие аспирин, кардиомагнил, просто аспирин или даже парацетамол противовоспалительный. То есть если вы были вынуждены применять таблеточку цитрамона за день до процедуры, лучше отмените процедуру, отодвиньте ее на несколько дней, потому что вероятность появления синяков резко возрастает. Сегодняшняя процедура с Натальей прошла замечательно. Она ее прекрасно перенесла. В общем-то, как она мне предупреждала, что очень боится боли. На самом деле все было очень спокойно и хорошо. Маленький синячок, конечно, мы сделали. Но это, в общем-то, неизбежно. Уверена, что это исчезнет через пару дней. В ближайшее время, сегодня-завтра, она может намазать либо гепариновой мазью, либо синяк ОФ, либо травмель. То есть это одна часть вариантов кремов, которые можно использовать. Но, в общем-то, это совсем не обязательно. Просто какой-то хороший корректор. И через пару дней все будет замечательно. Следите, пожалуйста, за нашими процедурами. Наша героиня меняется. Результат будет налицо. У нашей героини Анастасии ярко выраженный греческий типаж лица. Соответственно, макияж я буду стилизовать под греческий. С греческим макияжем вы можете выглядеть как ярко, так и при этом очень благородно. Какие основные свойства, в чем особенности макияжа? Сейчас я вам подробно об этом расскажу. К греческому макияжу свойственны акцент на глазах и красивый изгиб брови. Очень важно, чтобы кожа выглядела очень гладкой и здоровой. Для этого необходимо ее предварительно подготовить. Самый большой враг безупречного нанесения тональных средств – это, пожалуй, сухость и шелушение. Поэтому предварительно желательно хорошо увлажнить кожу и, возможно, сделать скраб. Придать коже сияние и здоровый вид вам поможет хайлайнер. Он скульптурирует ваше лицо, делая его более идеальным, благодаря тому, что приближает форму к овальне. После нанесения тональной основы переходите к бровям. В греческом макияже бровям уделяется особое внимание. На них должен быть акцент. Для того, чтобы эффект был наиболее мягким, используйте не карандаш, а специальную кисточку для бровей и тени. В греческом макияже очень важно, чтобы были акцентированы глаза. Для этого вам нужно провести контур и проработать как верхнее, так и нижнее веко. И после чего этот контур слегка растушевать. Оттенки в греческом макияже в основном используются шоколадный, кофейный, золотистый и бронзовый. Также прорабатываются скулы, делаются более выразительными и рельефными. Румяный используйте и бронзового оттенка. По поводу губ в греческом макияже вы можете себе позволить оттенки и как натуральные, так и красные с золотистым отливом. Дим, как тебе удалось сделать блондинку из нашей героини? Ну, а если серьезно, давай расскажем, почему выбран именно такой цвет волос. Ну, для начала я отталкивался от того, что наша героиня – это молодая мама, и она больше занимается ребенком, чем… Моей, заботами. То есть в данном случае ты облегчил уход за ее волосами? Да. Моя главная цель была в том, чтобы наша героиня как можно меньше нуждалась в услуге парикмахера. Если честно, это вообще моя философия. Как можно меньше… То есть ты подобрал такой оттенок, который будет хорошо держаться, да? Хорошо держаться, и когда будут отрастать волосы, не будет такой резкой перемены. Между корнями. А как ты думаешь, пошло бы на шагиринь быть блондинкой? Безусловно, есть огромное количество блондинов, но чистый блонд я бы не рекомендовал. Чистый яркий блондин я бы не рекомендовал. Дальше у нас по плану стрижка, да, Дим? Да, дальше у нас по плану стрижка, и мы приведем уже к конечному результату всю эту красоту. Нам остается запустить терпение и не ждать финального результата. Сегодня я хотел бы вам рассказать о том, как правильно подбирать цвет волос. Многие девушки учитывают только один какой-то фактор, например, цвет глаз, как и наша героиня. Она носила огненно-рыжий цвет волос, хотя он ей катастрофически не подходит. Но она была убеждена в том, что это просто лучшее, что может произойти с ее волосами. Нужно учитывать несколько факторов, таких как цвет глаз, природный цвет волос, то есть цвет бровей, цвет кожи и форму лица. И текстуру кожи, конечно. То есть, например, если у вас не идеальная текстура кожи, то вам не рекомендовано красить волосы в оттенке блонд. Или же вам придется это все корректировать макияжем. Постоянно. Если у вас смуглая кожа, то вам также не рекомендованы очень светлые оттенки, потому что на их фоне лицо будет как бы выходить из крючевки. Вам нужно понимать, что светлые волосы уходят назад, темные волосы выходят вперед. И если у вас бледное лицо, то вы сольетесь с волосами, если они будут светлые. Если же темный цвет, то ничего не будет видно, кроме ваших волос. Также яркие и очень светлые оттенки выдают все небезупречности лица. Каждую шероховатость, каждую точку, каждую линию, каждый волосочек. Это все выпячивается, если вы краситесь в очень яркой цвета. Красный, рыжий, зеленый, голубой, ярко-желтый, малиновый, салатовый, розовый, синий. Какой угодно. Поэтому максимально гармонично цвет лица сочетается с цветом волос. В случае, если вы не уходите очень далеко от своего натурального цвета. Не экспериментируйте слишком много сами. Доверьтесь многолетнему опыту профессионалов. Это наша жизнь, это наша работа. Все говорят нашей героине, что она выглядит как подросток. А ей-то хочется быть в глазах окружающих настоящей леди. Очень часто окружение формирует наше представление о самих себе. Правильно ли это? Спросим у психолога. У каждого человека есть свой образ «я». Кто я? Каков я? Зачем я? Каким я буду? Что я могу? И, как правило, это представление о самом себе кажется нам достаточно убедительным. Несмотря на то, на чем оно усновывается. На объективном мнении или субъективном факторе. Ведь от того, как мы относимся к себе, зависят формы нашего поведения, наши отношения с самим собой и с другими людьми. Когда мы прорисовываем свой образ, мы неизбежно оцениваем себя. И это, безусловно, влияет на нашу самооценку, на наше самовосприятие. И затрагивает самые глубинные наши чувства. Вот и наша очаровательная героиня, недавно ставшая мамой, тоже волнуется. А соответствует ли ее образ ее новому статусу? Может ли позволить себе молодая мама выглядеть как юная и привлекательная девушка? Хочется сказать, что образ «я» не может быть неизменным. Мы меняемся во времени, пространстве. И наш образ тоже должен меняться, чтобы соответствовать. Давайте помнить, что мы сами авторы своего образа. Это наш образ, это наше истинное «я». И будем ему соответствовать. На десерт нашей программе мы обычно поворачиваем героиню к зеркалу, для того, чтобы она смогла оценить результат плодотворного рабочего дня стилиста в салоне красоты Кристис. Итак, Настя, сейчас десерт придется отведать тебе. Мы очень хотим узнать твою реакцию и понять, нравится ли тебе новый образ или нет. Итак, раз, два, три, Дима, поворачивай. Та-дам! Еще непонятно, какая реакция. Мне очень нравится. Можешь потрогать свои волосы, посмотреть, насколько они живые, яркие, насколько они ухоженные. Мне очень нравится. Нравится? Да. Мы старались. Дима, Света, весь салон Кристи старался, чтобы тебе действительно понравилось. Свет, как ты видишь, сильно мы не поменяли. Он на тон светлее, да, Дима? Может быть, на несколько тонов. Но при этом он очень здоровый, ухоженный. Можешь покрутить еще раз голову, посмотреть на себя. Макияж оценить. Нравится? Очень, да. Честно? По тебе не скажешь. Нет, ну я выгляжу как богиня, точно. Это еще не все. Еще впереди нас ждет примерка образов, которые подобрала для тебя стилист Ольга Малькова. Но пока можешь понаслаждаться своим новым отражением в зеркале. Спасибо. Если вы испытываете сложность в том, чтобы подобрать себе правильный цвет, прическу и стрижку, то попробуйте поискать себе похожий прототип среди голливудских звезд. Допустим, прототипом для нашей героини была Кира Найтли. И это очень сильно облегчило нам задачу, потому что мы ориентировались на то, в каких цветах и с какими укладками и стрижками она лучше всего выглядит. И дальше вы уже следует из своего настроения. Если у вас более игривое настроение, то, пожалуйста, экспериментируйте. Когда мы общались с Настей, мы расспрашивали ее про то, что ей нравится в сегодняшней моде. Она нам сказала, что ей бы хотелось, чтобы мы подобрали ей что-то синего цвета в сочетании с желтым. И ей нравится платье с баской. Мы не подобрали Насте ничего синего в сочетании с желтым. Но баску и синий цвет мы смогли подобрать, создать ей какие-то правильные такие образы, подчеркнуть ее сексуальность, которая почему-то она где-то прячет глубоко у себя внутри. А мы показали, что не нужно этого бояться и нужно любить себя. Мы показали Насте, что баску можно носить не только в сочетании с юбкой, но и в сочетании с брюками. Мы создали такой очень классический, правильный образ. Подобрали брюки с лампасами из кружев. Чуть-чуть поиграли с цветом, добавив красное в образ. Второй образ. Мы создали такую историю коктейльного платья. Девушка на вечеринке ищет своего молодого человека. Находит. Это такое очень кремовое платье. Стилисты очень часто используют в фэшн-съемках этот прием, когда накидывают на плечи модели мужской пиджак, смокинг. И это всегда очень красиво смотрится, подчеркивает ее хрупкость. И третий образ, в котором наша героиня идет на встречу с супругом, это такой благородный синий цвет, видовая ткань с добавлением люрекса. Вместо ожерелья пришиты очень красивые камни. Дизайнеры очень часто используют в своих коллекциях эту ткань. Она очень часто вызывает у нас мысль о знаменитой Coco Chanel. И в сочетании с плотными колготками это смотрится очень модно, актуально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодые мамочки, хочу вам посоветовать, найдите 3 минуты для себя. Ваш ребеночек это ваша радость и счастье, но себя надо продолжать любить, чтобы ваши дети, находясь рядом с вами, всегда видели вас счастливыми, улыбающимися и обязательно модными. Молодые поиски на канале Артеры Молдова завершены. И хочется особенно подчеркнуть, независимо от того, мужчина вы или женщина, если ваша душа жаждет перемен со своей внешностью, напишите нам письмо, email адрес прежний, novikovasobachka.rtr.md. Ну а я, Ирина Новикова, прощаюсь с вами до следующей субботы. Ну так левая рука чешется, кто нам деньги? К форму лица к овальному, ну то есть к натуральному, ой, фу, то есть к идеальному. А мы смотрим через зеркало или друг на друга? А я на вас. Ты вообще можешь расслабиться. Ну, мне не нравится ругаться матом, мне не идет, это не модно. Как освоить профессию мамочки? А мы говорим, что у нас сейчас зима? Наша жизнь – это наша работа. Не стоит ее делать за нас. К тому же большинство экспериментов домашних неуспешны.